Россия на этой неделе расширила список стран, из которых запрещены поставки продовольствия. Это ответная мера против государств, которые присоединились к антироссийским санкциям, начатым США, Евросоюзом, Канадой и Норвегией. Свой главный продукт рыбу не сможет продавать в нашу страну Исландия. Вероятные потери 180 миллионов долларов в год. Албания теряет российский рынок сбыта фруктов и орехов на 4,5 миллиона долларов. Черногория в минусе на 50 тысяч. А вот Лихтенштейн не потеряет ничего, потому что продукты в Россию не поставляет. Тем не менее, санкции он ввел, но и в ответ получил эмбарго. По Украине решение особое. Запрет на ввоз продуктов оттуда начнет действовать, если только Киев присоединится к зоне свободной торговли с Евросоюзом. Мы договаривались дать определенное время, до 1 января следующего года, для решения вопросов экономического регулирования. По истечении этого срока, если мы не сможем договориться при посредничестве Европейского Союза, никаких признаков этого я не вижу, вступят в силу ранее принятые документы, которые устанавливают для Украины обычный режим торговли, и эмбарго на продовольствие. Вот такие решения. Как раз на этой неделе госслужба статистики Украины сообщила, что в стране вырезают скот. Поголовье упало на 6%, вместе с ним производство молока. Поднять закупочные цены нельзя из-за общего экономического фона. Работать себе в убыток крестьяне не хотят. Похожий сценарий все видели этим летом в Европе, когда молоком буквально заливали улицы в Бельгии и Франции. Премьер страны Мануэль Вальс еще в июле признал, что потери российского рынка – одна из причин фермерских протестов, заставивших правительство Франции срочно составлять план поддержки сельского хозяйства. Впрочем, судя по словам Вальса, сказанным в эту пятницу о том, что обострились проблемы со сбытом у свиноводов, план, кажется, работает не вполне. Что касается стран, на которых Россия сейчас расширила эмбарго, в Минсельхозе говорят, что поставки оттуда будут замещены без проблем.